ПЕСНЯ Очень важно, чтобы наши дети росли в адекватной среде и не подвергались буллингу. Но я хочу один момент сразу немножечко подсветить заранее. Очень важно, чтобы они и не были в роли агрессора. Потому что все три участника, наблюдатели, агрессор и жертва, страдают практически одинаково. На мероприятии, организованном администрацией муниципалитета и Лигой девушек Подмосковья, собралось почти 300 человек. Учителя и директора школ, социальные педагоги и психологи, а также родители. Только сообща, большой командой можно, если не искоренить, то хотя бы минимизировать буллинг. Ведь главное условие успешного развития ребенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Самое главное не молчать, обращаться ко взрослым, которые рядом. Важно создать такую атмосферу в школе, чтобы были взрослые люди, которым ребенок готов и может доверять. По статистике, с буллингом в школе сталкивается каждый пятый ребенок. Пик конфликтов и токсичных ситуаций приходится на шестые, седьмые, восьмые классы. Потом подростки становятся спокойнее. С развитием информационных технологий появились и новые виды травли и преследований. Сейчас, конечно, впереди планеты все, это кибербуллинг. Это то, что происходит внутри сети. Это когда травят человека с помощью социальных сетей или каких-то других ресурсов. Не уступает ему, конечно же, это школьный буллинг внутри коллектива. Там может быть игнор, там может быть бойкот, там может быть психическое или физическое насилие. Лекция длилась более двух часов. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.